Он будет говорить всем, знаете, у него ни стыда, ни совести. Мусульманин так делает? Нет. Иногда вы думаете, зачем мне вообще отвечать на этот звонок? Зачем это вообще должно меня беспокоить? А я скажу вам зачем. Они дозваниваются и начинают материть словами от А до Я. Я не хочу много говорить. Почему? Потому что каждый раз, когда я говорю, все идет не так. И это вызывает у меня стресс и нервы. Не считайте это злом для себя. Наоборот, это благо для вас. Это название сегодняшней лекции. Как же это может быть благом для меня? Это были сигареты. Это я сразу понял. И он сказал, это лучшее, что вы могли сделать, потому что после этого я бросил курить. И я хочу уделить время, чтобы поделиться с вами чем-то удивительным. Ислам Доз Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату Иногда у вас может быть бизнес. И в нем вы выкладываетесь полностью. И вы знаете, что действительно вы делаете все возможное. И клиенты, в общем, довольны вашими услугами. И дальше происходит следующее. Ведь вы человек. Появится один такой человек, который придет, возможно, в ваш бизнес. И он может подумать, что с ним обошлись несправедливо. Итак, что же он сделает? Он оставит вам очень плохой отзыв. Скажет о вас плохо. Он будет обходить всех в округе. И будет говорить о том, какой у вас плохой бизнес и какой плохой вы. Но между вами и Аллахом вы знаете, что 10 тысяч людей на самом деле любят и ценят тот бизнес, который у вас есть. Им нравится этикет, мораль, ценность, сервис и так далее. Это все на самом деле намного больше, чем этот один человек и его вред, который он наносит. Настолько, что это невыносимо. И это, скорее всего, происходит с каждым из нас. Будь вы учителем в школе или если вы работаете на кого-то, иногда вы работаете на человека. Вы работаете на этого человека целых 20 лет. Допускаете маленькую ошибку, и внезапно ваш начальник или директор, возможно, может даже не учесть, что вы служили верой и правдой, помогали в том, чтобы этот бизнес развивался. И это неоценимо. Но они даже не готовы пропустить эту маленькую ошибку. Но они не готовы простить вам даже эту небольшую оплошность. Человеческая природа – ошибка. Пусть Аллах Всемогущий облегчит нам. Приведу вам еще пример. Например, иногда у вас какие-то взаимоотношения, и люди думают, хорошо, знаете, я буду делать все как можно лучше, и я никогда не сделаю ничего плохого. И, маша Аллах, вы развиваетесь все эти годы. 10 лет, возможно, или 5 лет, 20 лет и так далее. Потом одна небольшая ошибка, какое-то недопонимание, немного злости, характера и так далее. И вы знаете, что внезапно ваши супруги или члены вашей семьи или ваши друзья сразу не хотят давать вам один шанс. И я не говорю, что нужно давать еще один шанс, когда то, что было сделано, настолько плохое дело, что не заслуживает другого шанса. Но я за то, чтобы были даны 20 шансов и больше для тех, кто допустил ошибку, но она не настолько серьезна. Это не такой вопрос, из-за которого следует разрушать отношения полностью. Очень часто мы разрушаем отношения с нашими братьями, с нашими отцами, с нашими детьми, с нашими членами семьи. Просто из-за небольших денег. Такое бывает. Было небольшое недопонимание, ты получил больше, чем я и так далее. И ваша связь разрушена навсегда, ва-ллахи. Ваши отношения стоят намного дороже, чем эти 10 миллионов, из-за которых вы ссоритесь. Субханаллах. Ценность отношений зависит от того, кто это. Я не говорю, что нужно оставить. Я не говорил. Некоторые говорят. Смотрите, он учит тому, чтобы просто забыли. Нет. Вы можете встать и бороться за свои права, но делайте это уважительно. Вы можете встать, просить и требовать то, что ваше, но делайте это уважительно. Вместе с тем, полностью разрушить отношения или самому начать оскорблять и грубить, это на самом деле, возможно, создаст большую проблему. Спросите себя. Ради довольства Аллаха мы с вами обязаны собираться в мечети. Нравится вам это или нет? Вы должны прийти. Почему? Потому что иначе вы не мусульмане. Почему? Зачем? Что в этом такого особенного? Почему Аллах заставляет меня приходить в мечеть с людьми, которые мне даже не родные? Они даже не моего уровня. Так некоторые говорят. У Аллахи они выше тебя по классу и уровню. Они твои братья и сестры. Они являются частью испытания для тебя. В этом и есть причина, почему ты сидишь в мечети сейчас. Поэтому тот, кто сидит рядом с тобой, сидит рядом с тобой. Поэтому обязательно будет то, что раздражает. Знаете, прямо перед лекцией я поставил штатив перед собой здесь и подумал, что это причинит неудобства братьям. Но я помолюсь за них. Пусть Аллах благословит вас за терпение, проявленное за меня. Иншаллах, это для более широкой пользы. Некоторые люди могут, посмотрев на меня, подумать, Субханаллах, но мне нужно делать все самому. Люди думают, что у меня большая команда, но я своя команда. В моей команде целых 10, 10 пальцев, Маша Аллах. Пусть Аллах облегчит вам всем, но что я имею в виду? Иногда, да всегда будут такие люди, которые будут недопонимать. Один брат, когда я подъезжал и парковал свою машину, мое окно было приспущено. Хороший, прекрасный брат, красивой внешности. Подходит ко мне, а я хочу поднять окно, припарковать свою машину, посмотреть на время. Успеть в мечеть своевременно. И у меня в голове миллион и одна вещь. И этот брат хочет поздороваться со мной через окно. А я пытаюсь поднять его и говорю, брат, подожди. И когда я поднимал окно, я не знаю, возможно, это его обидело. Брат, я знаю, ты сидишь где-то здесь. Может, он обиделся или нет. Но когда закрывалось окно, этот брат начал уже отходить. Я открыл окно, нет, я открыл дверь. И говорю ему, вернись, не ставь меня в неловкое положение, как будто я тебя отогнал. Но учитывайте и то, что я тоже человек. Я чем-то занят, я в процессе чего-то. Это очень важно. Я успел в мечеть, убедившись в том, что я приду до 12 часов 20 минут, например. Для того, чтобы я успел за 10 минут подготовиться. И потом, что дальше? Как обычно, есть человек. Этот брат проявил уважение и подождал меня. Я вышел к нему, подарил небольшой подарок и сказал, брат, извини. Пожал ему руку и узнал у него, как его зовут и так далее, и так далее. И, маша Аллах, потом он, возможно, осознал, знаете что? Да, человек вышел и поздоровался со мной. Но пришлось немного подождать. Пусть Аллах облегчит нам. Я говорю это по причине того, иногда так сделать не получится. И человек уйдет, не поняв тебя, и подумает о тебе не так. Первая встреча. Вы только увидели друг друга и посчитали его плохим человеком. Не осознавая того, что 10 тысяч раз я делал это, и один раз, когда не сделал, все, меня осудят. Аллах велик. Я начал говоря о том, что это происходит с каждым из нас. На каком-то этапе жизни. Вы хороший человек. Вы уступаете очень многим людям. И вы настолько вежливы на дороге, что вы всегда опаздываете на работу. Но тот один раз, когда вы не уступили кому-то и подрезали кого-то, это оказался ваш начальник. Аллах велик. Теперь что? Он будет говорить всем, знаете, у него ни стыда, ни совести. Такой невоспитанный на дороге. Подожди. Если бы ты знал мою жизнь, то я уступаю больше, чем ты. Но я стесняюсь так сказать, ведь ты мой начальник. Пусть Аллах облегчит нам. Скажу вам. От людей требуется их максимальное старание. И запомните, это между вами и Аллахом. Люди будут ненавидеть вас. Даже если вы намного лучше, чем они. Люди могут ненавидеть вас, даже если вы ближе к Аллаху, чем они. Ну и ладно. Главное, вы старались как можете. Постарались ли вы на максимум. Сделали лучшую попытку. Как я и говорил, мы сейчас с вами в этой мечети. Разного цвета, разные расы, разные национальности. Разные люди. Разного социального уровня. Разного финансового уровня. И так далее, и тому подобное. Почему Аллах обязал это? Джумуа. Не получается прийти на намаз в джамаате пять раз в день. То хотя бы вы обязаны прийти на джумуа. Иначе, как я говорил, вы не мусульмане. Аллах хочет, чтобы вы общались с людьми, которые не совсем такие, как вы. Он хочет, чтобы вы здоровались, общались, разговаривали с ними. Он дает вам возможность. Вы видите человека с другого места. Ты хотя бы поздороваешься с ним. Ассаляму алейкум, мой брат. Как ты? Возможно, у кого-то, например, спустило колесо, и его нужно поменять. Предлагаешь ли ты свою помощь? Или тогда моя одежда испачкается. Ассаляму алейкум, брат. Удачи с твоим колесом. Я поехал. Мусульманин так делает? Нет, не важно, как вы одеты. Как только вы видите, что кому-то нужна помощь, чему нас учат? Спешить, чтобы помочь им. И Аллах поспешит помочь вам, когда вы нуждаетесь. Поэтому намаз джумуа так важен. Джамаа. Собираться. Я говорил об этом несколько раз. И это напоминание нам. Почему? Потому что в нашей жизни иногда мы чувствуем, я не хочу общаться. Зачем мне общаться с людьми, которых я даже не знаю? Я говорю, недавно зазвонил мой телефон, и я думаю, знаете что? Я не знаю этот номер, и это может быть кто-то, кто хочет оскорбить. Такое бывает. Люди иногда находят твой номер и хотят испортить тебе настроение. Так бывает на самом деле. Они дозваниваются и начинают материть словами от А до Я. Что они делают? Они стараются уничтожить не только ваш характер, но и вашу личность. И они хотят понизить вашу мораль. Не знаете и не встречали такого благодарить Аллаха? И я подумал про себя, знаете что? Я перезвоню на этот номер после намаза. Я не в том положении, чтобы менять свое настроение до намаза. Аллах Велик. Но иногда вы думаете, зачем мне вообще отвечать на этот звонок? Зачем это вообще должно меня беспокоить? А я скажу вам зачем. Потому что в хадисе говорится, что человек, который общается с людьми и терпит их... Что? Человек, который общается с людьми и терпит их негатив. Лучше, чем человек, который вовсе не общается с ними. Субханаллах. Но если вы не можете терпеть чей-то негатив, вы не вынуждены общаться. Потому что если это уже начинает влиять на ваше душевное состояние, поверьте, вы можете сделать шаг назад от кого бы то ни было. И это дозволено. Иногда, знаете, есть в вашей семье такой человек или в вашем окружении. Становится тяжело. Я старался. Я пытался. Но каждый раз все хуже и хуже. И становится невыносимее. То я могу остановиться на ассаляму алейкум, алейкум ассалям и все. Я не хочу много говорить. Почему? Потому что каждый раз, когда я говорю, все идет не так. И это вызывает у меня стресс и нервы. Аллах Велик. Ты человек и я тоже. Такое с нами бывает. Сделай шаг назад. Видишь их? Дай им прекрасную возможность исправить ситуацию, поздоровавшись. Ассаляму алейкум. Мир тебе. Возможно, ты со мной не в мире, но я в мире с тобой. Ладно. Мои брати и сестры, вы не можете сделать довольными всех. И я хочу уделить время, чтобы поделиться с вами чем-то удивительным. Во времена пророка. салаллаху алейхи ва салям. Все знали, что пророк салаллаху алейхи ва салям самый правдивый и кому можно довериться. Удивительно, что за всю жизнь его никто не знал как лжеца. Людей спрашивали, а этот человек обманывает? Они отвечали, с того дня, как он родился, нет ни единого вранья, чтобы мы знали, которое он произнес. Почему это? Потому что Аллах подготавливал его к великому. Представьте, приходит парень и проповедует вам, а он врун, и все знают, что он врет налево, направо и в центре. Разве у него есть хотя бы шанс, чтобы люди поверили ему? Но когда человека знают как правдивого, честного, хорошего, с прекрасным характером и нравом, если этот человек приходит к вам, чтобы предупредить вас о судном дне, вам нужно знать. Если он не врал вам в финансовых вопросах, в мирских вопросах, то зачем ему врать? В вопросах следующей жизни. Субханаллах! Итак, пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, люди знали, что он честен, знали, что хороший, знали, что его жены чисты и непорочны всегда. Но все же был человек, который распространил слухи об Аиши, ради Аллаху Анха. Что произошло? Они увидели ее, возвращающейся из путешествия, но караван, на котором она была, и что-то случилось, и теперь она ехала верхом на верблюде, который принадлежал мужчине. Как его звали? Его звали Сафуан ибнуль-Му'атталь, ради Аллаху Анх. И дальше. Послушайте, такое случается очень часто, когда кто-то что-то видит, и они верят своим глазам. А иногда это не поверить своим глазам, а нанести вред. У меня появился шанс расправиться с этим человеком. В точности, что и было. Это бывает со мной и вами. А теперь, во времена интернета и социальных сетей, этого будет происходить еще больше. Вы видите что-то, слышите что-то, но это не то, как вы это видите. Это не то, что вы подумали. Итак, что же они сделали? Человек, которого звали Мистах ибн Атата, тоже, ради Аллаху Анх. Он был родственником Абу Бакра Сиддыка, ради Аллаху Анху. И он был бедным человеком. И присматривал за ним, и кормил его Абу Бакра Сиддык, ради Аллаху Анху. Тихо, и за кулисами он начал распространять слухи. У нее любовная связь, на самом деле слухи были хуже. О ком он говорил? О самой чистой из чистых. Если они могли говорить о ней, представьте, насколько было болезненным для пророка, саллаллаху алейхи ва салям, услышать что-то о его жене. Если бы вы услышали о вашей жене в кругу людей, кругу мужчин, что бы вы почувствовали? Я знаю, что вы в Южной Африке, не спрашивая, что бы вы сделали. Но, субханаллах, вы знаете, что бы вы ощутили хотя бы. Так? Говорите о моей жене. Подождите, увидите, что будет. Субханаллахи, раббил алямин. Я прав или нет? Итак, если мы не можем вынести, когда кто-то говорит что-то подобное о женщине, которая не жена посланника или дочь сподвижника, да благословит их Аллах и приветствует, то как вы думаете, какое положение было там? Пророк, саллаллаху алейхи ва салям, говорит, кто оправдает меня за этого мужчину? Вред, которого дошел уже до моего дома. То есть, это уже перебор. Чего он хочет добиться? Было несколько людей, которые продолжали распространять слухи и говорить вещи. Но суть в том, настало время, когда Аллах спустил откровение с небес. Когда Аллах, субханаллаху атаалла, отправил откровение, какое же это было откровение? Аллах говорит, Аллах всемогуще говорит, о потрясающем пояснении, которое упомянуто в Коране. Аллах говорит, «Те, кто пришли, ложно обвиняя...» Как только вы услышали слова «ложные обвинения», вы должны понять, это все ложь. Они, часть вас, не считайте это злом для себя, наоборот, это благо для вас. Это название сегодняшней лекции. Как же это может быть благом для меня? Как это может быть во благо мне? Десять тысяч раз. Как я и говорил в начале этой лекции, десять тысяч раз я поступал правильно. И люди были довольны. А потом пришел один человек ко мне на работу, и что-то случилось. Например, с его машиной. Не знаю, какой у вас бизнес. Что-то у него пошло не так. Я дал ему что-то, это его не устроило. Он вернулся и постарался выставить всю мою работу, весь мой бизнес, как нечто плохое, мошенничество. Он поставил вам плохую оценку, и ваш рейтинг пошел вниз. И вы заметили, что все остальные отзывы становятся тоже негативными, все из-за этого одного человека. И теперь Аллах говорит вам, это другая история, но я привожу пример, что это не плохо для вас, а на самом деле лучше для вас. Вы верите, что вы хороший человек. И знаете, я видел видео недавно, в виде социального эксперимента, где один человек, который очищал определенную площадку в школе, после вечеринки. И он поднимал и убирал мусор, а среди мусора были бутылки пива. Среди всего прочего мусора были пивные бутылки. Он поднимал их и выбрасывал в мусорку. В это время, вы знаете, что мы живем во времена социальных сетей, во времена ТикТока, и для того, чтобы было много просмотров, вы знаете, нужно выложить что-то интересное. Люди пролистывают и пролистывают дальше, а для того, чтобы их увлечь, что нужно сделать? Нужно показать парня с большой бородой и с бутылкой пива в руке. Они перестанут листать и скажут, это что-то интересное. У него бутылка в руке, посмотрите на него. Он не знает контекста, что этот человек на самом деле делает благородное дело. Он на самом деле пошел на площадку специально, чтобы убрать мусор, чтобы сделать благое дело, а там были пивные бутылки. Он поднял их и выбросил. Разве это харам поднять пивную бутылку и выбросить ее там, где вы живете, например? Или если она лежит во дворе, где вы ответственны за уборку? Это то же самое, что выбросить мусор. В ней даже нет алкоголя. И теперь этот парень снял хорошее видео. И знаете, он хочет ему навредить. Ему это нравится. И в это время люди начинают говорить, «Астагфируллах, этот парень! Астагфируллах, этот парень!» А этот парень приходит в мечеть с таким хорошим сердцем. А люди смотрят на него, как на обманщика. «Посмотрите на этого лицемера! Посмотрите на него! Он пришел в первый ряд! А у меня против него есть доказательство! Фотография! То, что у него в руке бутылка! Ля и ля хай лаллах! Первая половина истории — сказка, а вторая — обман. Аллах Велик! Какой хороший парень! Какой прекрасный человек, который нужен обществу! Ведь он поддерживает чистоту района! Итак, Аллах говорит, «Это неплохо для вас! Это благо для вас!» Аллах сказал Аиша, да будет доволен ею Аллах! Аллах сказал Абу Бакру, да будет доволен им Аллах! И он сказал пророку, да благословит его Аллах и приветствует! Не считайте это злом для вас, наоборот, это благо для вас! Почему? Почему же, когда о нас распространяют слухи, это благо для нас? Аллах говорит, это благо для вас! Но как? Я же человек, мне плохо! Я страдаю в результате всего этого! Как же этого благо мне? Вопрос в том, чего ты хочешь! Что такое полный успех для вас? Вы верующие, так? Что же для вас абсолютный успех? Разве это не рай? Разве попасть в джанна — это не абсолютный успех для вас? Ну так если вы получите рай через весь негатив, который случился с вами на земле, то вы хотя бы добрались до той награды, которую вы ждали в следующей жизни. Вы получили рай, возможно, не потому, что вы были регулярны в благих делах, а потому что кто-то причинил вам вред до такой степени, и Аллах скажет тебе, не переживай, вот он рай. И что случится в этот день? Вы сможете посмеяться последними. В Коране говорится о том, как неверующие смеются над мусульманами. Аллах говорит, А в тот день у верующих, у мусульман, появится возможность посмеяться над неверующими во время того, как они отдыхают на ложах. Можно сказать, лёжа на диване, ха-ха-ха, смеясь над кем? Над тем, кто делал ха-ха-ха в этом мире. Аллах велик. Он говорит, посмотрите, что теперь. Ма-ша-аллах. Многие из нас скажут, нам не важен смех, главное, чтобы мы попали в рай. Я говорю людям, мне нужен в раю один квадратный метр, и если я его получу, этот мир не нужен. Аллах велик. Вот как. Поэтому не переживайте о том, что они говорят. Они будут говорить. Если они будут говорить о вас, то они говорили и о людях, которые были лучше вас. Вещи похуже, чем говорили о вас. Если вы думаете, что вам плохо и достается, им было ещё хуже. Но как они справлялись с этим? Они справлялись с верой. Мораль того, что я говорю сейчас, это то, когда люди плохо думают о вас, когда вы хороший человек. А вы знаете, что вы стараетесь. Вы стараетесь исправиться. И вы знаете, что вы пытаетесь помочь другим. Всеми путями пытаетесь помочь нуждающимся. Но вы, человек, не переживайте. Ведь вы постарались. Не переживай. Оставь это на Аллаха. Это хорошо для тебя. Ты не должен всем нравиться. Если им не нравился пророк, саллаллаху алейхи ва салям, думаешь, мы будем нравиться им? Они смотрят на тебя и судят тебя по тому, как ты выглядишь. Смотри на него. Будем держаться от него подальше. Ну и ладно, хорошо. Но когда у вас спустят колесо, то именно этот парень остановится, чтобы помочь. Тот, о ком вы думали плохо. Вот как бывает. И в основном, так часто и случается. Так делает Аллах. Не переживай. Мы с вами судим людей сегодня. Пусть Аллах простит и меня. У Аллахи мы осуждаем. О, Аллах, прости меня. Ведь я тоже человек. Вы смотрите на кого-то, на то, как они выглядят, и сразу же начинаете делать выводы. Нужно закрыть окно. Расслабься. Я знаю, в Южной Африке всегда нужно держать окна закрытыми. Машаллах. Но если вы смотрите на кого-то, и у вас автоматически возникает этот осуждающий взгляд, вам нужна помощь. Эти люди, которые сидят рядом с вами сейчас, и те люди, с кем вы общаетесь, на ежедневной основе, это ваши братья и сестры. Аллах испытывает вас. Поэтому Он сделал обязательным для всех вас посещение мечети. В пятницу вы обязаны прийти, и выбора нет. И вы будете сидеть рядом не с тем, кого выбрали вы, а с тем, кого выбрал Аллах. Будьте с ними проще. Аллах расположил их рядом с вами. Я помню, в один день я был в мечети. Пусть Аллах простит меня. Я встал в ряд, и брат, который был рядом со мной, от него был сильный запах. От него исходил запах двух вещей. Одна из них. Это были сигареты. Это я сразу понял. Это было очевидно, как будто человек курит несколько пачек в день. Или он работает в табачном магазине. Кстати, давайте думать позитивно. Может, у него такая работа. Может, он работает в салоне для курящих. Пусть Аллах простит. И вторая вещь. Я уже позже узнал, что так пахнет марихуана. Аллах Велик. Можно сказать, что это была вонь. Это был такой запах. Он был настолько противен. Аллах Велик. Извините. Вы понимаете, о чем я. Он был настолько неприятен. И что же мне было делать? Я уже сказал Аллаху Акбар. Я прервал свой намаз и отошел в другую сторону ряда. Мне стало так неудобно. И спустя какое-то время, позже, когда я начал говорить и начал обращаться к людям, я на самом деле подошел к тому брату и сказал ему, «Брат, помнишь тот день, когда я отошел?» И он сказал, «Это лучшее, что вы могли сделать, потому что после этого я бросил курить». Я пошел, чтобы извиниться перед ним, чтобы сказать, что мне было неловко, что мне просто пришлось отойти, потому что я не смог терпеть этот запах. А он сказал, «Вы были не первым человеком, который так сделал. Аллах Велик». И я много думал о том, как бы много мы не говорили о том, что нам нужно общаться с теми людьми, кто сидит рядом с нами, прекрасным образом. Сколько бы мы не говорили, что мы должны общаться, спросите себя, являюсь ли я в таком положении, что люди, которые окружают меня, хотят поговорить со мной, хотят пообщаться со мной. Представьте, я прихожу в мечеть, и от меня воняет. В хадисе говорится о проблеме запаха лука и чеснока, хотя это очень хорошая еда. Это очень хорошая еда. Если даже в этом проблема, и в хадисе говорится, если вы поели это, то идите сполосните свой рот, потому что это наносит вред ангелам, до людей. Сполосните рот, очистите себя. Я говорю людям, брызгать подмышки, я человек. Вы принимаете душ и ничего не наносите подмышки, хотя вы потеете. У Аллахи, вы создадите проблему в мечети, в Доме Аллаха, потому что вы придете и знаете, люди, может, не захотят стоять рядом с вами, не смогут вынести этот запах. Будут хотеть, чтобы намаз быстрее закончился. В хадисе говорится про лук и чеснок. А я говорю вам, что это касается также и потоотделения. Представьте, мы говорим об этом в Доме Аллаха, и причина в том, нам нужно собираться, быть вместе, нам нужно любить друг друга. Так дайте же людям причину любить вас, а не ненавидеть. И если после этого вас ненавидят, то нет проблем. Но если вы стали причиной, то вам нужно задуматься об этом, и нужно решить это. Иногда мы проблемы, и я являюсь проблемой. Пусть Аллах Всемогущий дарует нам облегчение и благо. Пусть Аллах Всемогущий поможет нам, что когда люди осуждают нас, как бы то ни было, разными способами. Пусть Аллах поможет нам преодолеть это, потому что у Аллахи это испытание. И все мы проходим это на своем уровне, совершенно каждый из нас. Уверен, что всех нас осуждали, те или другие. Поэтому относитесь к другим попроще. Думайте о них позитивно. Не все, что вы видите, на самом деле то, как вы это видите. Раньше мы говорили, нужно увидеть, чтобы поверить. А сегодня нужно перепроверить. Потому что мы видим вещи онлайн, которые могли быть полностью выдуманы и сфабрикованы. Полностью. Голос и видео. Все эти вещи могут быть созданы искусственно. И потом вы используете это против кого-то, или люди используют это против вас. Это доставит боль. И я хочу закончить, сказав вам. Причина того, что Аллах говорит, это лучше для вас, когда люди делают так, это потому что сабр и терпение, это хорошо и улучшит вас. Вы получаете рай. И в то же время Аллах Всемогущий смягчает ваши сердца и поднимает ваш статус до такой степени, что у вас уже будет настолько прекрасное ощущение и чувство в этом мире. И те люди, которые будут ценить это и будут этим довольны, несомненно, это почувствуют. Пусть Аллах использует нас во благо в наших домах. Мы с вами как раз начинаем подготовку к Рамадану и я хочу сказать, давайте очистим себя до Рамадана. Обычно просить прощения еще до Рамадана это очень важно, потому что мы хотим войти в этот месяц чистыми, насколько это возможно. А не так, что Рамадан это месяц прощения и поэтому до самого начала Рамадана я буду совершать грехи. Нет. Уже сейчас обратимся к Аллаху и ваш Рамадан будет благословенным. У вас будет прекрасный месяц. Пусть Аллах благословит вас. Запомните. Имейте в виду, что совсем недавно мы с вами даже не могли сидеть так, как мы сидим с вами в мечети сейчас. Благодарить Аллаха миллиард раз и один из способов благодарить Его это убедиться в том, что мы постараемся максимально. Ведь мы теперь знаем, что такое потерять это. У нас с вами прошло почти два Рамадана, где нам было тяжело, было трудно. один тяжелее другого. Но в то же время вот он Рамадан. Давайте прекрасно спланируем его, заполним с вами мечети и убедимся в том, что милость всемогущего Аллаха не спосылается нам, потому что мы просим Его о прощении днем и ночью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok